Понимаете, я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим. Президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Вот человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые, и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным, или с темно-синим, и начинают объяснять, как нужно делать. И все сразу меняется. Понимаете, и это происходит от одной администрации до другой. Вот что-то изменить, это достаточно сложное дело. Это, я говорю без всякой иронии, потому что кому-то не хочется, а потому что это сложно. Вот Обама, он же продвинутый человек, очень человек либеральных взглядов, правда, демократ. Он же перед выборами своими обещал закрыть Гуантанамо. Сделал? Нет. А почему? Он что не хотел? Очень хотел, я уверен, что хотел, но не получилось. Он искренне к этому стремился. Не получается, не так все просто. Но это не самый главный вопрос, хотя это важный. Трудно себе представить, да, люди в кандалах ходят там уже десятилетиями, без суда и следствия. Ну, представьте себе, Франция бы так сделала или Россия. С потрохами бы сожрали уже давно. Нет, это возможно и до сих пор продолжается. Вот, кстати, к вопросу о демократии. Но я сейчас не для этого пример этот привел. Я привел, потому что не все так просто. Но все-таки у меня есть определенная доля сдержанного оптимизма. Мне кажется, что мы по ключевым вопросам можем и должны договаривать.